Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну, давай Нам, наоборот, надо ускориться Не ленись давай Не лениться? А ты забавная Я, правда, больше не могу Тут как-то все давит на меня уже Я не привык Сидеть на одном месте Ну, не привык я Я придумала, что мы можем сделать Ты куда? Бери ноутбук и пошли, живее Давай Слушаю, Денис Что ты делаешь? Я приехал домой Что будешь делать вечером? Встретимся? Нет, милая, я устал Мне нужно немного отдохнуть Хорошо Волкан, я хотела спросить у тебя про ту девушку, с которой ты встречался Для меня это очень важно, понимаешь? Ты понимаешь меня? Расскажи, пожалуйста, что у вас было? Денис, ты все не так поняла Так объясни Мы всего лишь притворялись Я прикрывал Бурака перед Чаглой Это он все придумал Я только помог ему Как всегда Я не могу в это поверить Очень удивлена Но рада это слышать То есть, я верен только тебе Как и ты мне, Денис Только ничего не говори Чагле Иначе их отношения с Бурака могут закончиться Конечно, милый Не переживай Увидимся, дорогая Смотри, мы поработаем тут Наверное, тут тебе не будет скучно Ты очень хорошо придумала Молодец Спасибо Еще один плюс тебе Ну, давай за работу Почему ты так смотришь? Да так Ну, давай, давай Ты называй мне имена А я буду записывать Давай Хорошо Так, Фелиз Ну и где он ходит? Работает, наверное Тургут сказал мне то же самое Но я ему не верю А я могу ему позвонить? Нет, жизнь моя Я сам ему позвоню Бурак, ну давай уже Убери свой телефон Потом поиграешь Хорошо, что ты не мой босс Ну, давай, Бурак Хорошо Пиши, девочка Пишу Тебе звонят Слушаю, отец Привет, сынок Ты где? Я в клубе работаю В клубе? Так поздно? Работаешь? Ты меня недооцениваешь, папа Сынок Ты либо вообще не работаешь Либо уходишь на весь день И не возвращаешься домой У тебя нет никакой золотой середины Ладно, отец Я приеду, как закончу Не переживай Ладно Хорошо Буду ждать Хм Кажется, он и вправду работает там На работе, да? Ты же говорил, что он не будет работать Допустим, сейчас он работает Но помни мои слова Вот смотри Завтра он не выйдет на работу Если желаешь Мы можем поспорить на что угодно На что угодно? На что угодно Хорошо Договорились Моя мама тоже волнуется Я предупредила, но Мы почти закончили Кстати, не знаю, что бы я без тебя делал Спасибо тебе большое Не за что Но это в последний раз Хорошо Я бы предложил довести тебя до дома, но... Да Было бы немного странно Ладно, я могу выйти где-нибудь рядом с домом Хорошо Пойдем Я надеюсь, что ты больше не будешь вызывать меня к себе в кабинет Этого больше не повторится Я рада Потому что я не думаю, что буду работать Каждый день в таком темпе Это слишком сложно Я очень устаю Ты как будто кирпичи таскал Ты такой избалованный Отчего ты устал? Отец говорит, как будто все просто Нужно работать Быть ответственным Делай это, делай то Я... Начну, когда придет время Ну... Куда торопиться? А как ты поймешь, что время пришло? Да жизнь для тебя такая простая Но ты легко можешь всего лишиться И тебе будет очень непросто До... До смерти моего папы В жизни все казалось простым Я проживала такую спокойную жизнь Мне не надо было работать Но все очень резко изменилось И я должна была стать сильной Ведь у меня не стало папы Который меня обеспечивал Мы с мамой очень много пережили И теперь твердо стоим на ногах Сочувствую Это должно быть тяжело Твой отец старается для тебя Пытается научить тебя самостоятельности Чтобы ты научился справляться без них По-моему, тебе очень повезло У тебя есть все Работай, чтобы не лишиться этого состояния Теперь мне кажется, что отец все-таки был прав Я совсем недавно знаю твоих родителей Они такие добрые, хорошие люди Тебе правда повезло Спасибо, ты права Права По-моему, ты должен их ценить Я могу выйти где-нибудь здесь Пройдусь пешком Хорошо Еще раз спасибо тебе большое Ты иди, а я поеду за тобой На всякий случай Но уже поздно ведь Редактор субтитров А.Семкин